Это будущие мастера армейского рукопашного боя. Спортсмены настойчиво осваивают универсальную систему приемов, защиты и нападения. Сегодня они участвуют в областных соревнованиях по армейскому рукопашному бою, который соединяет в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств. Здесь и ударная техника руками, ногами, головой, и борцовская техника с применением болевых приемов. Одна из задач у нас – отобрать сильнейших спортсменов Свердловской области для оформления сборной команды, чтобы участвовать во всероссийских соревнованиях. То есть как раз ближайшая у нас на следующей неделе появится выезд на первенство России в город Санкт-Петербург. Соревнования по армейскому рукопашному бою в Нижнем Тагиле проходят во второй раз. Они приурочены к 40-летию основания группы специального назначения «Вымпел». Перед началом состязаний показательные выступления, как это должно выглядеть в реальности. Технику боя продемонстрировали сотрудники Тагильского ОМОНа Росгвардии. Участие в соревнованиях приняли 14 команд. Это более 130 спортсменов из 11 городов России. Утром прошли предварительные бои, днем полуфинальные, а затем финальные. В поединках соревновались дети и юноши от 12 до 20 лет в разных возрастных категориях. Вообще армейского рукопашного боя в городе очень долгое время не было. Порядка, наверное, 15 лет. Сейчас многие знают, что у нас открываются клубы и активно занимаются дети армейским рукопашным боем. Сейчас он очень активно стал развиваться. Просто много детей, правда, приходит записывать этот вид спорта. Поэтому мы приняли решение поддержать нашим благополитным фондом для популяризации этого вида единоборства. Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, Спортивного комитета Центрального военного округа, Федерации армейского рукопашного боя Свердловской области, Благотворительного фонда «Первый» и депутата Государственной думы Алексея Былыбердина. У нас турнир проводится второй год уже. Когда был первый турнир в прошлом году, я посмотрел, мне очень понравились соревнования. Считаю, что именно поддержка патриотического воспитания и здорового образа жизни. Именно в таких турнирах это объединяется, и это очень здорово. В соревнованиях разыграно 30 комплектов медалей. Победители, призеры были награждены сегодня вечером. Продолжение следует...